Судебный процесс, который сейчас проходит над Юлией Тимошенко, это показательный процесс. Он фактически дал как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что Юлия Тимошенко получила больше возможности пиарить свою команду и самого себя. С другой стороны, минусы в том, что показательно судят премьер-министра. И здесь под знаком вопроса стоит, виновна она или нет. И если будет приговор оправдательный, соответственно, Юлия Тимошенко будет фактически лидером государства, именно оппозиционным лидером государства, которое даст ей возможность в 2015 году точно стать президентом Украины. Если будет приговор обвинительный и она получит срок, в соответствии с этим будут подвергаться критике нынешнее правительство и, соответственно, президент Украины за то, что он, с одной стороны, допустил, что Юлию Тимошенко привели к судебному процессу и, соответственно, она осуждена. То есть я считаю, что плюсы и минусы эти, как знаете, фемида ставить на чашу весов. Но перевесить ли одни и другие, я считаю, что это баланс, который, во-первых, несет первый негатив для нашего государства. Мы не получаем от этого авторитет. И в дальнейшем, я думаю, что нам нужно не допускать прежде всего таких моментов, когда глава правительства может подвергаться преследованию. Хотя во многих странах, например, в том же Йемене, есть в Египте, вот президент тоже подвергался изгнанию, и там идет речь о судебном процессе. Много прецедентов, где во многих странах, даже тоже Сильвел Берлускони, Виталий подвергался судебному процессу. Но вместе с тем, я считаю, что такие прецеденты, когда главы правительства находятся под судом, несут для, прежде всего, граждан государства определенную боль. Потому что на правительство надеются, думают о том, что оно будет выполнять те чаяния и надежды, прежде всего, простых граждан. И я вам скажу, есть очень хорошая цитата князя Воронцова, мы знаем, в Крыму Воронцовский дворец, и он в свое время сказал таким образом, что люди, которые имеют власть и имеют богатство, прежде всего, они должны действовать так, чтобы люди смогли им это простить. В нашем же государстве, наоборот, люди не прощают тем, кто имеет богатство, имеет власть. Почему? Потому что они ведут себя вызывающе. И, соответственно, в данном случае Юлия Тимошенко в определенной степени ведет себя вызывающе, вызывает огонь на себя, хотя и внимание, вместе с тем, мы видим, как она вела себя на судебном процессе, то есть перерекание с председательствующим в судебном процессе, ну и так далее. То есть это, наоборот, показало отношение к самой судебной системе, не к одному конкретному человеку. И я считаю, что этого допускать нельзя никому, в том числе Юлии Тимошенко. И в данном случае, я думаю, что такие процессы у нас в дальнейшем не будут проходить. А если и чиновники будут находиться под следствием, то Генеральная прокуратура или другие следственные органы, которые будут расследовать эти дела, они должны более внимательно относиться и, прежде всего, чем квалифицировать их действия, должна быть очень фундаментальная экспертиза, которая предшествует принятию решения о возбуждении уголовных дел.